Пожалуй, нет ни одной страны, где бы не отмечался День Матери. В нашей стране эта дата вошла в календарь праздников 30 ноября 1998 году. Руководство комплексного центра социального обслуживания населения, как и каждый год, организовало празднество, приуроченное этому событию. Открыл торжество со словами поздравления в адрес прекрасной половины человечества директор Ахмед Гаджиев. Это люди, которые воспитали детей, воспитали достойными гражданами нашей страны, патриотами нашей родины. И желаю им, прежде всего, еще раз здоровья, счастья, и чтобы вот их дети, где бы они ни были, их внуки, где бы они ни были, про них не забывали. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный в жизни. Став матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Поэтесса Валентина Борзенко-Канатопская, которая присутствовала на торжестве, выразила в адрес присутствующих женщин поздравления в стихах собственного сочинения. И вы вздохнете с облегчением, увы, жизнь не была сладка, и вы ее без сожаления начните с чистого листка, забудьте беды и лишения, пусть вам сопутствует успех. Организаторы мероприятия очень красочно скрасили досуг женщинам, организовав концертную программу с участием звезд дагестанской эстрады, которые исполнили свои лучшие песни, создав тем самым атмосферу радости и веселья. В продолжении мероприятия «Теплые слова» по случаю праздника выразил также заместитель главы администрации Тагир Гаджиев, который в своем выступлении сказал, что мама – человек, который всегда дарит свою душевную теплоту и безграничную любовь. Мама, она воспитает, вырастет. Все эти возможности, которые есть у матери, это делает для своих детей, для своего ребенка. Наши матери, они очень смелые, мужественные. Самые маленькие подопечные центра также не остались в стороне. Красочными выступлениями поздравили своих мам с главным праздником. Подобные мероприятия представители комплексного центра социального обслуживания населения организовывают регулярно. Отмечаю, что в жизни каждой матери ежедневно должна царить атмосфера праздника.